На Тебя, Господи, уповаю. Преклони ухо ко мне и спаси меня. Не оставляй меня, Господи. Одного святого человека, Иоанна, епископа Новгородского, стал одолевать злой дух. Дни и ночи проводил святой Иоанн в молитве, постился, только воду и пил. И тогда нечистый, решив совратить его, прыгнул в чан с водой. Иоанн перед тем, как испить водицы, перекрестил чан и закабалил черта. Попался черт и обещал за свое избавление все, чего Иоанн пожелает. И тогда святой человек попросил свозить его в Иерусалим. За ночь они слетали туда и вернулись обратно. Оба освобожденные. Услышав рассказ деда, я заплакал, но в то же время желал, чтобы и мне представился такой же случай. Поймать черта. Тот, кому было суждено стать героем кровавого воскресенья, которое сам он называл Красным воскресеньем, родился в селе Беляки, что на берегах Воргсклы, в Полтавской губернии. Отец его, Аполлон Гапон, был чрезвычайно трудолюбив. Мать фанатически религиозна. Их сын жаждал иного. Правда, сам не знает чего. Но, по крайней мере, не идти по стопам матери и тем более отца. Вот почему в страдную пору он предпочитал молиться. Он опасен, чтобы не идти в церковь. Бросился в Воргсклы, в сам ее разлив. Но не дано утонуть тому, чья судьба быть повешена. Выплыв, юный Гапон стал примиряться к роли пастыря, что в первоначальном смысле означает просто – пастух. Вымуштрованные Гапоном гуси подчинялись его воле. А выбранный им на роль вожака гусак побивал любых соперников. И наверняка стал бы царем гусей, дозорвавшись, стал плевать всех подряд. И был нафарширован яблоками. У каждого в детстве свой Иерусалим. Но не всякий готов осуществить свое стремление ценой жизни. Большинство людей смиренно принимают свою судьбу – быть пастырем или паствой, царем или поданным. Большинство – но не Гапон. Его натуре был свойственен максимализм. Или Иерусалим, или небытие. Или пастырем, или павшим. Или царствие, или смертью. И он взлетел на поиск добычи, так и не поняв, что тот, кто добывает, и сам неизбежно становится добычей. Южный, казацкий его темперамент подсказал молодому азартному игроку главную жизненную ставку. Женщина. Вот что стало для него целью, но и средством. Ему нравились все. Но особенно – дочь полтавского купца. Она показалась ему очень и очень привлекательной. Но она мечтала выйти замуж за священника. И Гапон, искренне забыв, что окончил семинарию лишь по второму разряду, да еще и с плохой аттестацией, пытается добиться желаемого. Он пленяет епископа Илариона трогательной историей любви к бедному и богатой. И в результате получает разум и жену, и должность приклад бещенской церкви. Самый доходный. Могло ли это счастье быть долгим? Да и было ли бы оно таковым для Гапона? Венчание закрепостило мятежный его дух. Но карта шла, ах, как шла карта! Должно быть, черт тасовал колоду. Родив Гапону двоих детей, умерла его жена. И, оплакивая ее кончину, он втайне признался себе, что вновь свободен для того, для чего предназначен. Одинокая и богатая полтавская помещица, проникшись печалями страстного Гапона, за свой счет отправила его в Петербург, в духовную академию. Но этим не ограничилось. Ключи от ее дома на Адмиралтейской набережной открыли ему дверь высшее общество. Ах, какие знатные, какие злелые дамы на перебой покровительствовали молодому священнику, чей затаенно страстный взгляд смущал их душ. Они пристроили его в посещаемые ими церкви и в опекаемые ими приюты. Они же едва не сделали его предшественником Распутина, поведав ему тайны двора и о том, что царю повсюду мерещится паутина, и он приказывает ее убирать, и о том, что сама императрица подбрасывает ему письма террористов, запукивая слабовольного императора. И рассчитывая на регенство. При этом не применули поведать императрице о прелестном священнике и заручились ее согласием представить Гапон ко двору. Но тут случилось то, что неизбежно случается с любым азартным игроком. Гапон, по словам графини Хитрово, несколько раз попадал в спальню к приютским девочкам. И с одной из них отправился в меблированные комнаты. Естественно, он был исключен из духовной академии и отовсюду изгнал. Так, он оказался в нищей коморке на окраине, да не один, а с той самой приютской девочкой, которая стала его женой, гражданской. Для любого такое падение было бы равносильно гибели, но не для столь фонтерной натуры. Гапон решает взять реванш единственно оставшимся способом оседлать черта. Своего искусителя, как он тогда еще не знал, но место пребывания его нашел безошибочно. Фонтанка, 16. Русскую политическую полицию всегда отмечала страсть к авантюрным предприятиям. Таким, например, как пестование собственной революционной партии или целая сеть собраний фабрично-заводских рабочих, возглавляемых агентами охранки, вербовки и воспитания которых посвятил свой недюжинный талант начальник особого отдела департамента полиции, сам бывший революционер, полковник Зубатов. «Я имею одну цель в жизни – прийти на помощь рабочим», исповедовался Гапону Зубатов. Гапон осторожно кивал, боясь переиграть. У него тоже была цель, но совсем другая. «Я решил, пользуясь Зубатовым, как орудием, постепенно забрать контроль в свои руки», напишет Гапон об этой встрече. Разговор продолжался до трех часов ночи. Зубатов изложил Гапону свою теорию полицейского социализма, кстати говоря, реально осуществленного впоследствии в нашей стране. А в заключении признался, что сам втайне либерал и поручил Гапону возглавить собрание фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга. Гапон на прощание попросил дать ему с собой нелегальщинки, как он выразился. Зубатов удивился, но дал книгу великого анархиста князя Кропоткина. С той поры, каждое утро, да, каждое утро, Гапон приходил к Зубатову до работы и брал у него нелегальную литературу. Чтобы стать вождем, ему требовалось вжиться в роли революционера. Наладившееся тесное сотрудничество с Сергеем Васильевичем Зубатовым привело к цепочке неотвратимых последствий. Первым из которых стало немедленное восстановление Гапона в Духовной Академии. И он вполне логично сделал из этого следующий вывод. Русские попы просто чиновники охранного отделения. Так никому неизвестный священник был определен в официальные вожди русского трудового народа. На деньги охранного отделения Гапон оборудовал столовую общества трезвости для трезвого и разумного проведения членами собрания свободного от работы времени. Здесь снова в привычной роли пастыря сформулировал он и цели своей организации. Для возбуждения и укрепления русского национального самосознания членами собрания могут быть непременно русского происхождения и христианского вероисповедания. Исключение не сделали даже для православного эстонского рабочего. Прогнали. Своих же он прикармливал на деньги охранки, но не на те сто рублей, что сам ежемесячно получал от Зубатого, и тем более не на те сто, что втайне получал от полковника Сафонова за отчеты о разговорах с Зубатого. Вместе. Игрок. Но не карта в чьей-то колоде. Не исполнитель чужой воли. Служа лишь самому себе, он оказался единственным, кто угадал в банальном увольнении четырех рабочих начало первой русской революции. Это был уникальный шанс оседлать толпу, въехать на ней в Иерусалим и при этом остаться святым. Ставку сорвать хотите, срывайте, точно заклинание твердил он, призывая рабочих Путиловского завода к забастовке. И в тот же день уверял петербургского градоначальника Фулона, что предотвратит выступление, если никого из рабочих не тронут. Фулон смущен. Вот что батюшка отвечал Нгапону. Я человек военный, простой, бесхитростный, верящий служителям церкви. Дайте мне свое слово, и я вам поверю, не позволю трогать ни вас, ни ваших рабочих. Даю вам свое иерейское слово, что никакого выступления не будет, ответил Гапон. И прокомментировал для потомков. Славный был старик, поверил мне и даже обнял. А я обманул, когда давал слово, знал, что обманываю. Не обманешь, революции не сделаешь. Революция, затеянная Гапоном, должна была выглядеть так. Если бы царь меня принял, я упал бы на колени и убедил бы при мне подписать указ об амнистии для политических заключенных. Мы бы вышли с царем на балкон, я прочел бы народу указ «Общее ликование». И с этого момента я первый советник царя и фактический правитель России. А если бы он не согласился, то всеобщее восстание и я во главе его. Пустамеля, фантазер, скорее азартный игрок, которому удалось то, о чем не могли и мечтать вожди революционных партий. Вывести на улице около двухсот тысяч рабочих. Вывести под пули. А он знал, на что шел, на что вел людей. Государь, мы, рабочие жители Петербурга, наши жены и дети, и беспомощные старцы-родители пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Седьмого января один из пятнадцати экземпляров петиции царю был доставлен министру внутренних дел князю Святополку Мирскому. Разрушь стену между тобой и твоим народом и пусть он правит страной вместе с тобой. Прочитав эти строки, министр уже не сомневался, что это попытка бескровной революции и немедленно вызвал столицу войска. Видя, что войска занимают ключевые позиции в городе, Гапун в ультимативном тоне пишет князю Святополку Мирскому. Рабочие желают и должны видеть царя 9 января 1905 года. Царю нечего бояться. Я и мои сотрудники гарантирую неприкосновенность его личности. Пусть он выйдет как истинный царь с мужественным сердцем к своему народу, писал Гапун, но рассчитывал как раз не на мужественное сердце, а на то, что царь струсит и сдаст власть. И царь действительно сбежал из Петербурга в царское село, но передал власть не Гапону, а своему дяде, великому князю Владимиру Александровичу, чьи убеждения были общеизвестны. Верным средством для излечения народа от конституционных затей является повешение сотни недовольных в присутствии их товарищей. Все игроки этот страшный покер блефовали. Возможно, что и царь, отдавая власть столице беспощадному сатрапу, пытался запугать народ. Но и у Гапона был свой расчет. Он встречается с иностранными корреспондентами и передает им маршрут следования манифестации и текст петиции. Он верит, что теперь на глазах всей Европы царское правительство не решится стрелять в мирных рабочих. И за что? За требования тех прав, что доступны всем европейцам. Передача земли народу, прекращение войны, амнистия, осужденным за политические и религиозные убеждения, свобода слова, печати, совести, неприкосновенность личности, равенство всех перед законом, восьмичасовой рабочий день, нормальная зарплата. «Государь, если ты колеблешь душой, не покажешься народу и прольется неповинная кровь, государь, предостережение император не внял, и этой неповинной крови ему не простили. Николай Второй, как государь, не только пал, но и пал самым позорным образом, напишет английская Таймс. Царствующий по всей Европе кузен Николая Второго навсегда отвернулись от неприличного своего сородича и обреклись сначала на низложение, а затем и на гибель. К середине дня 8 января войска отрезали окраины от центра и жандармский ротмистер Катен получил приказ о болезни Гапона. Узнав об этом, Гапон покидает свою квартиру. Он идет к рабочим, чтобы возглавить их. до глубокой ночи Гапон зачитывает рабочим текст петиции. Выстраивается длинная очередь желающих подписать ее. Одни сменяют других. в тесном жарком помещении люди теряют сознание. Тогда вышли на улицу и Гапон, стоя на бочке с водой, зачитывал петицию. Настал конец терпению. Весь народ отдан на произвол правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей, доведших страну до полного разорения и все дальше и дальше ведущих Россию гибели. Как он сорвал голос, никто слов уже не слышал, но все видели в нем вождя. А вождь знал, что завтра он оседлает черта, которого сам же сегодня и создает. Меж тем и великий князь изготовил свои войска к сражению. У Зимнего дворца стояли преображенцы. У Нарвской заставы гренадеры. У полицейского моста стоял гвардейский Семеновский полк, надежный при любых обстоятельствах. Недаром ведь генерал Мин лично проверял, чтобы солдат хорошо кормили, читали им лекции, чтобы офицеры играли с ними в шашки и чтобы никогда не было отказа в разрешении на женщин. К ночи встала на позиции кавалерия с конями в поводу. Ночь была морозна, ветрена, солдаты разожгли костры и, чтобы согреться, плясали вокруг них до рассвета. В ту ночь последнюю попытку предотвратить кровопролитие предприняла горстка интеллигентов во главе с Горьким. Но премьер-министр Витте сказал, что бессилен ему помочь. Боже, услышь молитву мою и не скрывайся от моления моего. Наступило утро 9 января. Рабочие, взяв из часовни кресты и хоругви, терпеливо ждали от Гапона знака к началу манифестации. Но он, казалось, сам чего-то ждал. Может, знамение? Тут телохранители пропустили к Гапону человека. И это несмотря на то, что тот был еврей. Петр Рутенберг был инженером Путиловского завода. Впрочем, не только инженером. «Есть ли у вас хоть какой план, батюшка?» жестко спросил он. «Идти к царю». И это все Рутенберг вынул из кармана план Петербурга со своими отметками маршрутов наступления, отступления, подворотен и оружейных магазинов, которыми надо будет овладеть. Гапон кивал, но, вопреки требованию Рутенберга, отказался предупредить людей, что войскам розданы боевые патроны. Сказал, что охрип. Это сделал Рутенберг. По толпе пробежала дрожь, но, запев псалом, она потекла навстречу смерти. Редактор субтитров А.Семкин 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 Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Алексея Григорьева и кое-как остынка. Эти волосы расхватали рабочие, крича «Свято! Свято!» И Гапон, который только что дрожал, вдруг, осознав, что это поражение может быть величайшей его победой, преобразился. «Нет больше Бога! Нет больше царя!» – закричал он. За ним в ужасе повторились слова рабочие. «Нет больше Бога! Нет больше царя! Нет больше Бога! Нет больше царя!» Смерть им всем! Смерть! Прервав поток проклятий, хладнокровный Рутенберг повел Гапона в безопасное место. В квартиру на Знаменской улице, где в ту пору жил знаменитый писатель Максим Горький. Теперь Гапон выглядел жалко, то и дело спрашивал, повесят ли его. На что Горький сурово ответил. «Надо идти до конца, даже если придется умереть!» И сел писать письмо. И так началась русская революция, с чем тебя искренне и серьезно поздравляю. Убитые, да не смущают. История перекрашивается в новый цвет, только кровь. Гапона ничего не оставалось, как тоже писатель. «Родные, кровью спаянные братья, царь-зверь и его чиновники-казнокрады сделались убийцами наших братьев и жен. Так отомстим же проклятому народам царю и всему его змеиному отродью. Смерть им всем!» Проклятие Гапона странным образом начало сбываться уже на следующий день. Египетский мост через Фонтанку внезапно рухнул, когда по нему проезжал эскадрон карателей, что, естественно, объяснили недостатками конструкции. Да и не могло не сбыться проклятие Гапона, если из страшных событий кровавого воскресенья император сделал следующий момент. Мятежною толпой заявлять мне о своих нуждах преступно, но я верю в честные чувства рабочих людей и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю им вину их. Тем же рабочим подрисовал и Гапон свои послания. Офицеров и солдат, убивавших своих невинных братьев и жены детей, всех притеснителей народа, проклинаю! Освобождаю военные присяги, принесенные изменнику царю. Оружие разрешаю вам брать, где и как сможете. Бомбы, динамит, все разрешаю. А потом просто передал Рутенбергу чистые листы бумаги, предварительно подписав их. Сам же, переночевав у академика Батюшкова с фальшивым паспортом, револьвером и явками, полученными от Рутенберга, и на деньги Горького, отправился за границу. В Швейцарии. Гапон искал спасения, просто спасения. Он и предположить не мог, какая слава обрушится на него, нелепоостриженного, дурно одетого, безязыкового, едва она кажется богословенной Европейкой. Отец социал-демократии Плеханов сразу распознал в нем сына, а Ленин – удачливого брата. По словам Крупской, он страшно волновался перед первым своим свиданием с Гапоном. Все, все лебезили перед Гапоном, зазывали его вступить в партию и на перебой предлагали книжки. Маркс, Энгельс, Кропоткина, Бебеля. Те, что он уже читал в департаменте полиции у Зубатова. Да и вообще, зачем учиться тому, кто своим пастырским словом поднял на борьбу рабочий народ? Другое дело – учить. А тут еще подоспело известие о лишении его сана, тем самым оставив ему одну единственную возможную и достойную его роль. Вождя. Причем вождя самой революционной, самой решительной партии. В СССР его торжественно принимали идеолог партии Чернов, самый известный террорист России Борис Савенков и глава боевой организации, а заодно великий провокатор – АЗФ. Гапона поселили в загородном доме историка Леонида Шишко и тоже решили учить. В верховой езде и стрельбе, правда, из детского револьвера, палочками с гуттаперчевыми наконечниками. Собирался ли Гапон за правду стрелять, но вернуться в Россию на белом хане явно надеяться. Для чего и предпринял попытку объединить под своим началом все революционные партии. Это намерение окрепло после того, как Афанасий Матюшенко, возглавлявший восстание на броненосице Потемкин, сообщил, что матросы доверяют только чертову попу, то есть Гапону. Гапон едет в Париж, живет в квартире Азефа, встречается с политической элитой Франции, Жорез, Мальяно, Климонсо. Им восхищаются, о нем пишут, но объединяться под его началом, конечно же, не собираются. И одновременно он узнает, что петербургские рабочие собирают деньги на памятник ему. Памятник при жизни, как никому. Вернуться в Россию необходимо, но страшно. Гапон в смятении, конечно, безопаснее здесь, в парижских ресторанах, где можно думать о родине, что Гапон и делал под аккомпанемент любимой своей мелодии, которую он непрерывно заказывал, щедро, золотыми, оплачивая ее исполнение. Он богат, чтим, окружен прекрасными женщинами, а одной, госпожа Энн, даже любим. На искушение вновь оседлать охранку сильнее чувства размышлений. Он договаривается о встрече в Петербурге с ветераном политического сыска Медниковым, да не просто о встрече, а о столь доверительной, что назначена она на квартире любовницы Медниковой. И одновременно, втайне от Медникова, вместе и наравне с Савенковым, организует транспорт оружия в Россию для продолжения борьбы. Встретить зафрахтованный для этой цели пароход Джон Графтон должен лучший друг Гапона, Тетер Рутенберг. Совершить покушение на премьера Витта госпожа Энн, благо ей, аристократки, получившие образование в Оксфорде, открыты все двери Великосветского Петербурга. А финансировать дальнейшие авантюры Максим Горький, вечный должник пролетариата. Но Рутенберг арестовывает сразу по возвращению в Петербург. Джон Графтон садится на мель и перепуганный шведский экипаж взрывает его. А госпожу Эн, влюбленный Гапон, возит за собой повсюду, якобы проверяя ее готовность к покушению. Но вместо револьвера дарит ей крест. И из своего дома-убежища в финских Телиоках отправляет ее к Максиму Горькому. Горький обещал дать сто тысяч, и я заставлю его выполнить обещание, говорит он, поручая госпоже Эн организовать конспиративную встречу. Условились и о времени, и о месте в лесу, якобы во время охоты. Но разминулись. Горький вернулся на дачу, в Куоколу, а Гапон, продолжая ждать растворившихся в тумане обещанных ему ста тысяч, насквозь продрог и решил всех революционеров продать. на свои сто тысяч получить. Он вызывает Финляндию рабочих гапоновцев и держит перед ним программную речь. Товарищи и братья спаянные кровью. Разочаровался я товарищи в партийных революционерах. Нет у них заботы о трудовом народе, а есть у них дележка революционного пирога. Из-за него они все дерутся, и все жиды. Даже во главе боевой организации стоит жид. Еще какой жирный. Жиды, товарищи, это не евреи. Евреев я уважаю и люблю, вспомнил о Рутенберге, пояснил он. И без видимой связи с предыдущим поделился самым наболевшим. Все говорят о правах окраина и никто о правах России. Россию никто не думает. Но соратники не поддержали Гапона. Даже госпожа Энн, секретарь съезда, любя промолчала, но не поддержала. Что же касается рабочих, то они не скрывали своего разочарования, чтобы не сказать негодования. Проиграв на красном, Гапон решает поставить на белое, но свои сто тысяч все-таки получить. Однако и на мойке двенадцать, где в знаменитом доме Пушкина располагается теперь резиденция начальника петербургского охранного отделения генерала Герасимова, он встречен без ожидаемого восторга. В обмен на тридцать тысяч наличными от него требует покаянное письмо на имя министра внутренних дел Дурнаву. Девятое января, роковое недоразумение. Но написав и расписавшись, взбешенный Гапон решает клевать всех подряд и, в частности, организовать покушение на Дурнаву. Однако о полученных деньгах, как и о том, какой ценой они ему достались, Гапон решает никому не говорить. Стой, пролетариат, и осторожней, засада, ни шагу вперед. Не тут-то было. Соратники Гапона потребовали расследования, а самый близкий из них, Петров, опубликовал статью, разоблачающую связь Гапона с охранкой. Гапон идет ва-банк. Теперь судите меня, как хотите, заявляет он. Я ничего не ищу, кроме истины. И одновременно берет с молодого рабочего Черемухина клятву поубить Петрова и вручает ему револьвер. Но не только клятва решает Гапон связать Черемухина, еще и браком со своей любимой госпожой Энн. Так, в ужасе от собственного бессилия и в упоении от собственного бесовства, Гапон назначает день свадьбы великосветской красавице и вернувшегося после шести лет тюрьмы малограмотного рабочего. Но накануне Черемухин узнал, что обвинение Гапона в связях с полицией и присвоении денег справедливо, а также о том, кем приходится на самом деле Гапону госпожа Энн. Имеющие уши это слышит. Он решил убить Гапона при всех на заседании рабочего комитета. Три раза выстрелил в воздух, но так и не найдя в себе сил, в отчаянии выкликнул «Нет правды на земле!» и застрелился. Нечаянно его невеста убедилась в том же намного позже. В 1909 году, написав записки обесовской сущности революции та, кого все знали как госпожу Энн, Лариса Петровна Хамзе пустила себе пулю в лоб. Самоубийство Черемухина и острый конфликт с соратниками вынудили Гапона решительно поменять ставки. Он едет в Москву к Рутенбергу. И именуя его не иначе, как другом и спасителем, излагает ему поразительные факты. Я встречался с Рачковским в шикарных ресторанах Данон, Кюба, Кантан. Ты понимаешь, нельзя смотреть на дело узко, ведь продолжение борьбы важнее всего. Встречался, а дальше перебил Рутенберг. И Гапон рассказал, как благодаря заведующему политическим отделом департамента полиции Петру Рачковскому ему удалось близко сойтись с генералом Герасимом. Очень интересный, талантливый человек. Представь себе, стоя выпили, он вдруг меня обнял и рукой вот так по заду похлопал. Я не сразу понял, что карманы ощупывают, не принесли револьвера. Ну, сели обедать. Продолжить свою исповедь, Гапон соглашался, только если они с Рутенбергом немедленно отправятся к Яру. Еще дымилась разгромленная пресня, повсюду встречались вооруженные патрули. Вглядываясь в развалины, Гапон все более мрачнел, но иногда мечтать не улыбался. Так постепенно и выяснилось, что Гапон обещал Рачковскому соблазнить на сотрудничество Рутенберга, потребовав за это сто тысяч рублей. Все те же сто тысяч, недополученные от революционеров. Сто тысяч и гарантии твоей неприкосновенности. Я думаю, что если выдать какую-нибудь партийную мелочь, чтобы сделать крупное дело в интересах революции, то на это надо идти. Вопреки настоянием Рутенберга, Гапон не пожелал взять отдельный кабинет, а расположился в общем зале. Здесь веселее, музыка, женщина, телом пахнет, оправдывался он. Сто тысяч как с неба сваливаются, чтобы получить их, надо только повидаться с ними. В отдельном кабинете, шито-крыто, поговоришь, пообедаешь и разойдемся. А уж и едят они как хорошо, если бы ты только знал. Уговаривая Рутенберга, Гапон то и дело подносил глазам пенсне и вглядывался в зал. И Рутенберг понял, что его привезли сюда в качестве доказательства удачной вербовки. Если я соглашусь, как ты сообщишь Рачковскому о моем согласии? Внезапно спросил он. По телефону. Назови телефон. 1474, доверительно прошептал Гапон. А как он узнает, что это ты говоришь? Я называю себя Апостоловым. Апостоловым? Да, вот послушай. Одного святого человека стал одолевать злой дух. Центральному комитету партии социалистов-революционеров отчет номер один о предательстве Гапона. В тот же день Рутенберг написал первый из отчетов. Последний, шестой был о смерти Гапона. Вернее, об убийстве. Потрясенный предложением Гапона, Рутенберг немедленно едет в Финляндию, где сообщает об узнанном Чернову Савенкову Азефу. От имени ЦК они решили, что Рутенберг должен встретиться с Рачковским, Герасимом и Гапоном в ресторане за обедом и убить их. И тут же стали азартно репетировать. Савенков и Чернов изображали Рачковского и Рутенберга. Азеф в качестве зрителя одобрил постановку. Гапона никто не изображал. Его, можно сказать, уже не было. Приехав в Гапону в Тириоке, Рутенберг прямо с порога заявил «Дешево себя не продам, так и скажи». Встречу назначили на субботу. На первое свидание, пометуя о возможных объятиях, Рутенберг отправился без оружия. Его осмотрели, но Рачковский на встречу не пришел. Рутенберг был сбешен обманом. Дело стремительно двинулось к развязке. Сначала Рутенберг дал возможность притворившемуся извозчикам, представителю рабочих, услышать свой разговор с Гапоном, а затем снял дачу в Озерках и пригласил туда тех самых рабочих, кто хранил как реликвию остриженные пряди Гапона, чтобы именно они сами убедились в предательстве вождя. Здесь в ожидании Гапона коротали время рабочий, пили пиво, Гапона все не было. Он приехал четырехчасовым поездом. Рутенберг встретил его у станции, но повел не прямо, а окольными путями, чтобы сбить слежку. Мортина Он лишь посмеивался над его осторожностью, уверяя, что теперь Мартыну нечего бояться. Мартын была подпольная кличка Рутенберга, и он, внезапно поняв, что теперь она наверняка известна полицией, повел Гапона напрямик к даче. Ну, сказал Гапон, завтра в десять вечера у Кюба. Рачковский безусловно порядочный человек. Надо кончать двадцать пять тысяч большие деньги. Ты ведь говорил мне, что Рачковский дает сто тысяч. Так ведь это за одно дело, а за четыре свободно можно сто тысяч заработать. Спрятавшимся рабочим разговор казался бесконечно долгим, но ключ был у Рутенберга. Им пришлось выслушать многое, в том числе ответ Гапона, что бы он сделал, если бы рабочие узнали об истинной его роли. Я плюю на всех, на общество, на печать, на все революционные партии, на всех, на всех плюю, прокричал в ответ Гапон. Да и как они об этом узнают? Тебя я объявлю сумасшедшим, а свидетелей свидетелей-то нет. Вот мои свидетели, ответил Рутенберг. Рутенберг. Рутенберг вышел на террасу. Мартын, Мартын, доносились до него крики Гапона. Потом стихли. И все, чему суждено было сбыться, сбылось. В Иерусалиме не иначе, как чудом оказался Рутенберг. Потерпев поражение в борьбе с большевиками, он был под личное поручительство Горького освобожден из тюрьмы и навсегда покинул Россию. И долгие-долгие годы в тяжком труде искал забвения, благотворительности, искупления. И, казалось, все дальше и дальше уходил от своего прошлого, но до конца своих дней, а похоронили его на Масличной горе в Иерусалиме, он силился и не мог понять, для чего Господу угодно было выбрать именно его орудием своего возмездия. Да вот незадача. Стал клевать всех подряд и был нафарширован яблоками. РАПОРТ ИСПРАВНИКА НОМЕР 1297 Тело убитого Георгия Гапона предано земле на Успенском городском кладбище. Похороны прошли спокойно. На могилу покойного возложены венки с красной лентой и надписью «Истинному вождю революции 9 января Гапону». Исполнив гимн, начинающийся словами смело товарищи в ногу, рабочие покинули кладбище, закусили в буфете и спокойно разошлись. ГАПОРТ ИСПРАВНИКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok